Здесь яма образовалась, получается, достаточно глубокая, сантиметров 40, наверное, глубиной. Прямо оно тут на въезде. Так что, если кто-то рискует, аккуратней. Кто не рискует, тот опаздывает на работу. Таковы правила в сложившейся ситуации возле железнодорожного переезда по улице Каларской. Местные жители с наступлением осени и до конца весны вынуждены выбирать. Стоять часами в ожидании окна между поездами или ехать под крансивом и вредить машине. Ну, вроде как альтернативный объезд есть по низу, где протекает непосредственно река Антипиха. То есть с 2018 года, когда она вышла из-под земли, дождливые года начались. В осенний, весенний период она накипает, там тает. То есть проезд там невозможный. Хотя, как и дорога, она там официально не существует. Это уж просто, говорю, нам, скажем так, может, железная дорога нам разрешает ездить там. Но это единственный альтернативный вариант другого пока у нас нет. О проблеме знают в администрации Ингодинского района. Со своей стороны стараются жителей в беде не бросать. Подсыпают и долбят лед. Небольшой результат есть, хоть и полностью эту проблему не решает. В планах в скором будущем начать строительство путепровода над Трансибом, чтобы переезд и подземный путь ушли в прошлое. Планируется путепровод. Сейчас проектно-смертная документация находится на экспертизе. Путепровод именно через Трансиб, который позволит нам уже организовать движение над железной дорогой. Это будет и пешеходный, и будет и автомобильный, также будет освещение. И если нам все-таки выделят деньги и реализуем этот проект, то, конечно, уже на ту сторону мы можем спланировать, чтобы у нас и общественный транспорт ходил, и школьный автобус. Пока проект только на бумаге, однако по заявлению Михаила Шибаева, если Минфин края одобрит идею, то переправу могут начать строить уже в следующем году. До этого времени жителям поселка придется еще потерпеть. Примерно так же, как они ждут реставрацию моста вблизи переезда на улице Каларской, который несколько лет как признан аварийным. Сейчас уже есть проект, и в этом году мы выходим на реконструкцию этого моста. Будет сделаны бетонные сваи, и, как положено, отбойники установлены. Будет двухполосное движение, будут также предусмотрены пешеходные проходы, и будет автоматическое освещение этого моста. Обещают нам отремонтировать, но пока результатов мы не видим. Вроде все на разговорах, обещают, обещают. Но дай бог, может быть, что-то и произойдет. Ближайшие несколько лет могут стать переломными для жителей поселка Антибиха. Их очередь на комфортное и безопасное передвижение наконец-то дошла, и на них обратили внимание. Главное, чтобы обещания сдержали, ведь люди рискуют попасть в опасную жизненную ситуацию ежедневно. Григорий Анипер, Сергей Миртов, РТК Забайкалье.